Видите, увидела открытку, там было написано «Мужики, готовьтесь, шабаш приближается». Поэтому мы ведь тихие, спокойные и скромные, но если нам на рюме шампанского, мы всё вспомним. И поэтому шабаш приближается у некоторых. Я рада видеть вас в здравии. Я рада видеть вас такими красивыми. И надеюсь, Катя нас сейчас вот прямо сфотографирует. Такая вот улыбчивая публика сидит, красавица просто. И действительно, девочки, пришёл март, пришла весна. А мы с вами всегда в марте вдруг начинаем ощущать себя опять юными, опять счастливыми. Куда-то уходят облака прошлого. Мы стараемся уже туда не лазить так часто, как зимой. И живём сегодняшним днём. И учимся радоваться, радоваться каждой мелочи. Каждой мелочи, которая нас окружает. Потому что мне понравилось, помните, у Задорного была такая притча. Он говорит, ко мне подходит мужик и говорит, давай выпьем. А он говорит, слушай, я уже всё, давай завтра. Он говорит, а где я, а где завтра? Вот поэтому, где мы, а где завтра? Живём сегодня. Сегодня наш праздник, сегодня великолепный день. Сегодня 6 марта. Весна идёт весне дорогу. Мой муж вчера пришёл возмущённый. Говорит, слушай, сидели две дамы, говорю, такого уже после Бальзаковского возраста. И с такой радостью, с прилиханиями говорили. Ой, скоро на дачу. Ой, скоро на дачу. Ты знаешь, это было, говорит, так эротически. Одна рассказывала, какие у неё огурцы мырастают, а вторая, какие помидоры. А я, говорит, сидела такой грустный и грустный, думаю, совсем одурили. А я говорю, а ты забыл, была чистушка, две старуки без зубов говорили про любовь. Мы с тобой влюблены. Ты в окрошку, я в блины. Так что у каждого своя любовь. Ах, скоро на дачу. Остановите время. Я сойду. Уставшись здесь от всяких технологий. И по России. С прошлого пойду. Мальча бросить свои морщинистые ноги. Остановите время. Хоть на них. И я на пользу жизни опоздаю. Вы слышите души истошный крик. Я в будущее ехать не желаю. И мы сегодня с вами остановим время ровно на час. И вернёмся в нашу юность. Мне вчера тоже понравилась одна цитата. А что вы такого прихватили из своего Советского Союза, чем пользуетесь до сих пор? Мозги. Потому что лучше наших морщин нет и никогда не будет. И начнём нашу сегодняшнюю встречу. Вернувшись в юность в мае, всё случается. Пожалуйста. Музыка. 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 Я рисовала песок, по которому ты ходила, Снова тебе на дискосок, Ружей ты исполнила, Я готова, что ты спуливаешься, По которому ты наиспорила, Тум-тум-тум, ши-да-да-да, Ага, старый сын, у меня ночами, Часто думая, что я влюблён, Я твою печаль, и я тебя верю назад, Снова тебе на дискосок, Ружей ты исполнила, Снова тебе на дискосок, Ружей ты исполнила, Я готова, что ломанитый соль, по которому ты ходила, В небо станет весы, 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 Я писалка, я писалка, яоворю, что это oft, я готова, Снова тебе на дискосок, Рgersу исчё, весы, 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 Я готова, слава тебе на дискосок, Ружей ты исполнила, Я готова, что ломанитый соль, Я готовлю з́ламка, с currency, Ружей ты исполнила, Что? Смотрите, она загорает в топлив. Отбросила их мяч. Сейчас столько прилетельных. Я хочу еще раз поймала. Она плавки с него сплавала, с ее трусы. Она дружим выскочила. Один из преподавателей, который играл на гитаре, сразу первое, что мы начинали не выпивать там, не есть, а орать песни. И первая наша была всегда вот эта... Он начинал, люди встречаются, люди влюбляются, и мы все женятся. Но не у всех сразу получалось так, чтобы, да, и влюбиться, и жениться, и чтобы все было хорошо. И приходили первые печали. Помните стихотворение? Не встречайтесь с первой любовью. Пусть она останется такой. Первым счастьем, или первой болью, или песней, смолкшей за рекой. Действительно, ни в коем случае не надо встречаться с первыми любовями. Пусть она останется такой. Они единственные, кто помнят нас молодыми. Остальные нас помнят руководительницами, профсоюзными деятельницами, членами Совета ветеранов. Черт знает кем, да, бабушками. А они нас помнят девчонками. Теми вот девчонками, за которыми они ухаживали, которые так хотелось поцеловать. А это у нас вообще было поцеловать. Это считай, что замуж выйдет, да? Помните, была у нас такая притча, что мама одна девочке все время говорила, вот если поцелуешься, дура, забеременеешь. Поцелуешься, забеременеешься? Она убегает и говорит, мама, я беременна. Поэтому вот эта песня, я очень люблю эту пару. Они, по-моему, оба ушли вот за этот период, они, потому что долгую очень жизнь прожили. Они, по-моему, бриллиантовую прожили свадьбу. Уникальность была в том, что она была еврейка, а он узбек. И они так друг друга любили, несмотря на вот эти разные скультуры, религии, вообще всего-всего-всего, что все просто смирились, и они показали нам всем. Нечего изображать, да? Ах, какие мы правильные мусульмане! Ах, мы какие правильные православные! Ах, какие мы правильные вот с этими глазами, вот с этими, с лысинами и со всем остальным. Обрезанные, необрезанные. Правильно в одном анекдоте мне нравится, да? Вы уж, батюшка, или трусы оденьте, да, или крест снимите. Потому что он как-то поторопился. Сначала обрезался, как еврея, потом в православие перешел. Такое, что-то одно, что было. Это настолько неважно. И мы с вами пожили в той стране, где это было неважно. У нас училась, кто только не учился на курсе. И якуты, и узбеки, и таджики, и прибалты, и белорусы. Да все были, потому что такой факультет был интересный. Но мы ценили людей. Действительно. Добрый, злой, умный дурак. Ну вот и все. А что ценить-то? Добрый, злой. Я всегда на своих педсоветах говорила, вы что думаете, вас оценяют дети? Ах, как она хорошо знает химию. Ой, как она глубоко погрузилась в математику. О, нифига. Дети говорят, эта училка добрая, а эта училка злая. У добрый, который сама нифига не знает, что будут знать. А у злой, который изумительный, прям кандидат наук, ничего знать не будут. И мы ведь тоже так же делились. Да, и помните, я вам говорила, ты бы пошел с ним в разведку, это было второе, да, да, или нет. Как он, как человек, порядочный или непорядочный. Но, тем не менее, многим повезет, и они живут, и живут, и стараются поддерживать друг друга. И стараются хранить, как говорится, верность. Я говорю, однажды сидела с одной бабушкой, она очень уже такая, да, древняя. Ты знаешь, я говорю, ну все говорят, что невозможно всю жизнь любить. Я говорю, ну вот я вот все время хорошо отношусь к своему мужу. И как-то мне кажется, что я и люблю его больше, чем в юности. В юности я могла его вот так вот еще. Да, это самое. Она говорит, жалеешь ты его. А они ведь, говорит, в старости все жальче и жальче становятся, как дети. И иной раз, говорит, зубы потеряет, хочется ему наживать, чтобы он наелся. Это, наверное, самое важное в любви. Наживать, вот именно. Тебе наплевать каше, это жри, да? Как мы бы сейчас сказали. А вот она как правильно сказала. И поэтому вот эта песня про самовар не очень у них травится. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А некоторые так и не смогли встретиться на земле, но зато им обещана встреча на небе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА